С 1 января страховые пенсии у неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%, что выше прогнозного уровня инфляции в 2017 году. Об этом сообщает официальный сайт Пенсионного фонда России. Кроме того, с 1 января получить налоговые льготы по налогу на имущество физлиц, транспортному и земельному налогу станет проще. Теперь гражданам не придется в обязательном порядке передавать налоговым органам документы, подтверждающие право на льготы, а просто заполнить заявление о предоставлении льготы с указанием реквизитов правоустанавливающего документа. Также в 2018 году в России запретят производить и продавать алкогольные напитки с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащие тонизирующие средства. Также устанавливается запрет на применение по территории Российской Федерации немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 литров на человека. За нарушение этого требования предусматривается штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 32 копейки, евро 69 рублей 13 копеек.